Вот там плакатик «Ветераны». Обязательно надо дать слово людям, которые хотят об этом поговорить. Пожалуйста. Владимир Владимирович, здравствуйте. Иванов Алексей, город Кириллов, Вологодская область, районная газета «Новая жизнь». Уважаемый Владимир Владимирович, в следующем году у нас будет 70 лет победы в Великой Отечественной войне. Ветераны Великой Отечественной войны глубоко благодарны вам за то, что вы смогли улучшить все жилищные условия всем тем, кто в этом нуждается. Но, к сожалению, есть такие категории граждан, которые называются труженики тыла. У них очень был замечательный, большой, огромный вклад в общее дело, в победу в Великой Отечественной войне. Не собираетесь ли вы и правительство страны улучшать жилищные условия именно этой категории граждан? Спасибо. Мы всегда исходили из того, что и труженики тыла, и ветераны боевых действий, в широком смысле этого слова, заслуживают особого внимания со стороны государства. Я прекрасно знаю тему, которую вы сейчас подняли. Но, повторяю ещё раз, когда мы принимали решение, и я лично это делал, об ускоренном обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны, мы исходили из одной цифры, она измерялась несколькими десятками – тысяч человек. Когда начали эти делать, получилось, что там сотни тысяч человек. Понимаете? И эта цифра постоянно увеличилась. Это было абсолютно неожиданно, не только социально, но и с бюджетной точки зрения. Поэтому мы должны завершить сначала всё, что намечено было сделать для ветеранов Великой Отечественной войны. Но, конечно, нужно думать о том, как помогать людям, которые в тылу, работая в тылу, обеспечили победу в Великой Отечественной войне. Я сейчас говорю об этом очень аккуратно, потому что мы должны, прежде чем что-то публично сказать, а это очень публичное заявление такое на всю страну, мы должны просчитать каждый шаг, особенно в современных условиях.